Привет, друзья! Давно вы меня не слышали, и я давно вам ничего не рассказывал интересного. Сегодня решил немножко рассказать о том, что несмотря на то, что кризис в Украине отвратительный, плохой и тяжелый, но в каждом кризисе человек, который пытается разобраться в истинных причинах происходящего, может подчеркнуть для себя очень много. С одной стороны, кризис – это плохо, с другой стороны, кризис – это очень хорошо. Начнем с плохого. Закончим хорошим. Плохо. Плохо то, что люди живут как скоты. И не буду обсуждать и говорить о том, что вроде бы там, да. Сила настолько сильная навалилась на бедную несчастную Украину, что даже те ростки здравого смысла, которые пробиваются в обществе, не в состоянии преодолеть ту железобетонную плиту ненависти и подлости, которая свалилась на Украину. Начиная от примитива и заканчивая сложными такими духовными или тонкими вещами, как борьба миров на тонком плане. Это очень плохо. Плохо то, что уезжают люди, с одной стороны. Плохо то, что мрут старики, болеют дети. Что мрак настолько накрыл страну, что, кажется, не видно ничего светлого в этом длинном-длинном туннеле, в который вогнали в Украину колдуны. Но что хорошего? Вот это самое главное. То, что всегда в очень сложные, экстремальные времена, в очень сложные моменты борьбы между добром и злом проявляются. Ситуация проявляет истинное положение вещей, и общество, расколотое таким сильным кризисом, показывает, кто есть кто. То есть, если до недавнего времени, а это 2014 год, потому что это, я думаю, одна из предпоследних точек такого дупления нации, это время, которое показывает, кто чем дышит, кто есть кто. И уже нет людей, которые хитрожопят и подстраиваются под одну власть или под другую. Во времена Виктора Януковича мы видели таких хамелеонов, лизоблюдов и блюдолизов, таких как Гончаренко, других деятелей, которые пристраивались и пели дифирамбы одной власти. Затем они перебежали абсолютно на противоположную сторону. Таких людей довольно много. И вот подтвердив дважды, кем они есть на самом деле, с них уже эту печать дьявольскую не смыть. Никогда до последних дней жизни. Человек может ошибиться раз, но два раза в таких важных мероприятиях, как отношение к происходящему, отношению к правде, человек ошибиться не может. Потому что, я уже неоднократно повторяю, борьба на небесах закончилась, там не договорились, и это все перекинулось на уровень земли. Потому что связь между небом и землей прямая. Но вот две последних деволюции, допустим, злочина Влада Януковича и злочина Влада Шоколадного Батона, они показали, кто в обществе чем дышит. Янукович поступал преступно, этот деятелей, приход его был полит жертвенно кровью ничем не винных людей. И те люди, которые метнулись с одного лагеря в другой, они подтвердили жирной точкой своей биографии о том, кто они есть. То есть общество разделено. Нейтральных, серых, тихих, заныканных мышей осталось очень мало. Но они, я думаю, вот сейчас тоже себя проявят. И то малое количество, которое ни вашим, ни нашим, оно будет незначительное. В этом хорош кризис. Кроме того, вытолкнуто с насиженных мест колоссальное количество людей, которые, уйдя за рубеж, увидят, что же такое настоящее Евгопа, поймут, разберутся, пусть не до конца. Но многие из молодых семей, людей, которые попали в Европу, увидят, какая Европа есть на самом деле. Кому-то понравится, большинству не понравится, потому что вырвать дерево с корнями, бросить на другую территорию, не каждая приживается. Тем более человек. Но массу вещей, молодежь, выехавшая за рубеж, она почерпнет, многие из них вернутся, и они уже будут примерно знать, что они хотят. Это и показывает вот эта ситуация, что актер Зеленский побеждает, неважно там, клоунада, цирк, все вокруг клоунада, все вокруг театра. Но отношение именно молодежи показывает о том, что они уже устали, достали, они понимают, что блуждание по заграницам не приносят зачастую радости, потому что при злочиной владе, допустим, средняя зарплата была тысячу долларов, а сейчас 200 долларов или 150. Это там, где еще люди как-то прогинаются, выкручиваются, и на эти деньги выжить невозможно. Это мировые процессы, но мы говорим в отношении Украины. То есть хорошее то, что наконец-то четко понятно ху из ху и кто есть кто. А это уже важно для дальнейшего построения государства. То есть вся та нечисть, которая оказалась замешанная в дерьме, с рогами и с копытами, и со всем своим подлым нутром, она уже четко должна быть определена. И в принципе судьба ее известна. Это грязные работы на благо построения нового государства. Все. Другого ничего нет. Вот это то позитивное, хорошее. Нужно просто это время выжить. Нужно четко осознать, что город это помойка. В селе у человека есть всегда шанс. Пройдите по киевским рынкам, по подземельям, посмотрите, какая цена, допустим, редиски, лучка, первых овощей. Это вот эти колоссальные космические цены показывают, что тех, кто работает на селе, осталось немного. А даже тех, кто остались из того 100% оставшихся на сегодняшний день населения сельской местности, 90% используют химикаты для своего личного обогащения. Это тоже видно. То есть масса мест, где можно приложить свои усилия, масса направлений, где можно, если правильно подойти, строить будущее, но это зависит от каждого из вас. А как вы поступите? Как вы примете сейчас решение? Куда вы будете двигаться? Вот такая и будет страна. Богатство страны определяется богатством трезвомыслящего и здравого, здорового и здравого населения. Поэтому, друзья, принимайте правильное решение. Все зависит от позиции молодежи, потому что война, это дело молодое, а старики шумуют. Только пыхтеть и высказывать свои пожелания, к которым, если молодежь не будет прислушиваться, но она тоже будет обгечена. Вот такое мое мнение на сегодняшний день. Много говорить не о чем. Да, еще скажу, что по всей видимости, вот выскажу свое мнение о шоу на стадионе. Много-много лет назад генерал Пиночет устроил шоу в Сантьяго-де-Чили. Все вы знаете, чем закончились. Много лет назад тоже на стадионе был подорван отец Рамзана Кадырова. И, как ни странно, в массовых гуляниях или в массовых шоу наиболее эффектен эффектно, какая-нибудь провокация, потому что она сразу, мгновенно распространяется в обществе и или парализует его, или двигает его вперед на пути изменения. Это мое личное мнение. Врубайте мозги. В современное время посещение любых массовых мероприятий не несет ничего хорошего, а любое шоу можно посмотреть по телевизору или по интернету. То есть, когда в мышеловку вешают сыр, мышь туда бежит, результат известен. С вами был канал Компере Константин Перевуда. Врубай мозги. Семья – это первое. Только лишь от крепкой семьи зависит, будет ли крепкое государство. А село и земля – это основа, без которой государство тоже быть не может. Вай!